Как себя может проявить дефолт по внешним обязательствам для Беларуси? Значит ли это, что она может потерять свой суверенитет? В последнее время в очередной раз стали модными разговоры о дефолте Беларуси. Может быть, те, кто любит об этом говорить и рассуждать, даже не всегда точно понимают, что такое дефолт. Для многих дефолт это некий синоним какого-то страшного экономического кризиса. Дефолт имеет очень конкретное определение. Дефолт это неспособность страны платить по своим обязательствам, по своим долгам. Если Беларусь перестанет платить по внешним кредитам, которые взяли правительство, если Беларусь перестанет возвращать деньги по выпущенным гособлигациям, вот это будет называться дефолтом. Надо вспомнить, что наша страна проходила через целый ряд достаточно серьезных экономических кризисов. Можно вспомнить, например, кризис 2011 года, серьезный валютный кризис. Но даже в такие времена Беларусь всегда платила по своим обязательствам. То есть, если в более тяжелые времена дефолта не было, то я не думаю, что сейчас он сколь-либо вероятен. Во-вторых, на самом деле, если попробовать порассуждать о дефолте в чисто теоретическом ключе, опустив, что с моей точки зрения это достаточно маловероятное событие, не думаю, что он каким-то образом связан с потерей страной независимости. Ну, можно вспомнить такую веселую страну, как Аргентина, которая за свою историю допустила, боюсь ошибиться, но, по-моему, порядка 10 дефолтов. Просто отказывалась платить по долгам, говорила, что все, кому мы должны, мы прощаем. При этом худо-бедно это независимое государство, никто ее пока за это не аннексировал. То есть прямой связи между теоретическим дефолтом и потерей суверенитета я не вижу. Значит ли это, что Беларусь примет к сведению требования МВФ? Нет, не значит. У нас взаимодействие Беларуси и МВФ длинная и долгая, интересная и запутанная история. Можно вспомнить последний крупный кредит, который мы получали от МВФ в 2009 году. Речь шла о сумме, сначала договорились на 2,5 миллиарда долларов, потом была сумма увеличена до 3,5 миллиардов. В тот момент подписала Беларусь и МВФ соглашение о реформах, начала определенные реформы делать, получила все деньги, после чего о реформах благополучно забыла. Значит, это стало уроком МВФ. МВФ сейчас периодически то возобновляются, то приостанавливаются переговоры Беларуси с МВФ о необходимых реформах, но тут МВФ уже не будет слушать какие-то обещания Беларуси. МВФ будет действовать по принципу утром в стуле, вечером в день. То есть не просто пообещать реформы и получить деньги, начать договориться о реформах, начать эти реформы выполнять, выполнить их достаточно быстро и достаточно существенную их часть, чтобы их нельзя было отыграть назад. И только после этого можно говорить о выделении денег. Еще одно требование МВФ, которое звучит от каждой их миссии, которые посещают Беларусь, эти реформы должны быть поддержаны на самом высоком уровне. В переводе с бюрократического на русский это означает, что под обещанием реформ должен подписаться президент. Если вот мы вспоминаем о вот той прошлой, не выполненной до конца программе 2009 года, под этой программой стояли подписи премьер-министра, подписи председателя Нацбанка, и в результате программа была похоронена. То есть МВФ важно, чтобы реформы пообещал президент лично. Те реформы, которые требуют, точнее не требуют, а предлагает МВФ, несмотря на то, что они нужны не международному валютному фонду, они нужны Беларуси для того, чтобы успешно и устойчиво развиваться, пока на уровне главы государства Беларусь эти предложения не приняла. Тут, что называется, мяч на нашей стороне, и если когда-нибудь Беларусь на эти реформы пойдет, то МВФ денег даст, а пока не пойдет, не даст. Возможно ли развитие демократических институтов в Беларуси, учитывая полную энергетическую зависимость от России? Я бы никаким образом не стал связывать возможность или невозможность развития демократических институтов и зависимость от России. Потому что, с одной стороны, мы знаем примеры стран, начиная от стран Балтии, заканчивая Украиной, которые очень сильно зависели от поставок российских энергоресурсов, но им не помешало построить или строить сейчас демократические институты. В Беларуси с демократическими институтами определенные и очевидные проблемы. Я не вижу серьезных перспектив их развития в обозримом будущем, но это никак не связано с энергозависимостью от России. Это связано с тем, что белорусские глава государства не хочут, очевидно, эти институты развивать, обладая при этом всей полнотой власти. На примере Армении, Грузии мы видим, что становление демократических режимов не повлияло на повышение доходов населения и выход из экономического кризиса. И как вам видится ситуация в Беларуси в случае ухода Лукашенко? Во-первых, рассуждать об уходе Лукашенко достаточно сложно. Мне кажется, Лукашенко это тот человек, который будет сидеть на своем посту до упора, возможно, переживет на этом месте многих. Есть вариант, когда персонально Лукашенко уходит, но оставляет на своем месте, например, сына, например, другого ставленника, и в результате не поменяется ничего. Так что, не фантазируя, сложно как-то вообще предметно рассуждать на тему, когда он уйдет, что будет, когда он уйдет. Тем не менее, когда мы приводим примеры стран, где вроде бы демократия развилась, а народ это на себе не особо почувствовал, что надо понять один важный аспект. В математике есть такое понятие, еще есть два понятия. Есть необходимые условия и есть достаточные условия. Так вот, демократические институты, они являются необходимым, но недостаточным условиям для успешного экономического развития страны. Что это означает? Это означает, что само по себе становление демократических институтов, особенно в стране, где предыдущие десятки и сотни лет таких институтов не было, еще не гарантирует, что народ тут же начнет жить богаче. Но зато отсутствие демократических институтов является гарантией, что страна вряд ли вырвется из ловушки бедности. То есть этого мало, но это необходимо. А как вам видится будущее американского доллара? Ну, с американским долларом достаточно забавная ситуация. В мире, особенно в кругу конспирологов, которые там связаны не только с Белоруссией, с Россией, с какими-то странами бывшего Советского Союза, это достаточно модная тема в мире, а хранить доллар. На моей памяти, ну, как минимум лет 20 его пытаются хранить, рассказывают, как скоро доллар рухнет, американская экономика рухнет, там будет дефолт, лопнет пирамида доллара и так далее. Я бы в связи с этим посоветовал бы меньше переживать за доллар. Опять же, в обозримом будущем с долларом, мне кажется, все будет в порядке. По одной простой причине. США — это самая крупная экономика, американское правительство — это самый крупный и самый надежный заемщик в мире. То есть в среде каких-то конспирологов можно сколько угодно рассказывать о том, как там все лопнет и рухнет, но нашу жизнь определяют не те, кто рассказывает, не те, кто пишет там какие-то книжки, а те, кто что-то делают, те, кто на свои мнения ставят деньги. Так вот, в мире центробанки, крупнейшие фонды, крупнейшие инвесторы своими триллионами долларов пока голосуют за доллар. Недавно, опять же, в российской прессе появились там целый ряд статей с ссылкой на уважаемые американские инвестиционные банки, что якобы они написали, что скоро доллар перестанет быть мировой валютой. И там даже были какие-то красивые графики, свидетельствующие о том, что, в общем-то, в мире ни одна валюта не обладала статусом мировой вечно. Если посмотреть действительно историю последних 600 лет, роль мировой валюты играли сначала португальские деньги, потом испанские деньги, потом французские деньги, потом британские деньги, а сейчас мировая валюта — это доллар. Единственное, тезис совершенно правильный, что ни одна валюта не будет править миром вечно, и к доллару это тоже относится. В чем там была манипуляция? Манипуляция была в том, что, ссылаясь на эти работы, написали, что в ближайшее время, чуть ли не осенью этого ждать. На самом деле, констатация факта, что доллар не будет править миром вечно, не значит, что с ним что-то произойдет через год или через 5 лет или через 10 лет. Я думаю, что на протяжении, по крайней мере, десятилетий, ну, в больших сроках говорить бессмысленно, доллар будет нормальной устойчивой валютой, в долларах будут хранить свои резервы большинство мировых центробанков, и никаких крахов, никаких дефолтов, никакого лопания пузыря я не ожидаю. Субтитры создавал DimaTorzok